Известно, что группа дебютировала в Бирмингеме в 1969 году в следующем составе. Грэм Филд, клавишник и автор большинства песен, Дэйв Кофенетти, снова клавишник, Марк Эштон на ударных и Стив Голд, на долю которого выпало не только петь, но еще периодически брать в руки то бас, то гитару. Собственно, фишка Rare Bird и состояла в том, что группа делала упор на звучание двух электроорганов. В принципе, чуть ее ребят не обмануло. Скоро так называемый прогрессив рок со сложными многочастными композициями завоюет верхние строчки хит-парадов. История Rare Bird началась с того, что органист Грэм Филд подал объявление в музыкальный журнал о поиске пианиста. На его призыв откликнулось 30 музыкантов, среди которых был и Дэйв Кофенетти. Именно он и стал вторым участником коллектива, который первоначально назвался Ланч. Эти два талантливых клавишника задумывали группу как квартет с барабанщиком и поющим бас-гитаристом. В мае 1969 года они дебютировали в бирмингенском Mother's Club, однако, не получив признания дома, отправились на юг в Лондон и играли в местных клубах, пока несколько месяцев спустя не нашли ценителя своих талантов. По воспоминаниям Марка Эштона, название группе дал Тони Стратон Смит, который основал в том же году звукозаписывающую компанию Харизма Рекордс. Ему понравилось звучание, и он решил подписать с ними контракт, а в качестве аванса музыканты попросили придумать название, где обязательно должно было быть слово «птица». Так появилась Rare Bird, или по-нашему «редкая птица». Музыку группы тогда можно было отнести к раннему симфоническому прок-року с превалированием клавишных и без применения традиционных электрогитар. Группа стала работать над дебютным альбомом, который был записан всего за неделю, и вышел в конце 1969 года и стал также первым вышедшим на лейбле Харизма Рекордс. Дебютный альбом был встречен критиками и публикой, как говорится, на ура. В альбоме было 9 песен, а одна из них – сочная и в то же время пронзительная баллада. Невероятно красивая мелодия, неспешный темп, тяжелая, но приятная игра на клавишных, органные партии, а также мощный драматический вокал Стива Голда – залог того, что эта песня до сих пор является безусловной классикой. Смысл песни вполне передает название – сочувствие, сострадание. О том, что часть людей живет полноценной жизнью, не испытывая острой нужды в чем-то, а другая просто умирает от нищеты. Музыка Rare Bird чем-то напоминала Найс и Прокл Харрум, которые в то время были очень популярны на британских островах. Вероятно, что именно по этой причине группа не снискала той славы у себя дома, которую по праву заслужила. Основной спрос на творчество группы был за пределами Туманного Альбиона. Песня стала большим хитом в континентальной Европе. Например, песню тут же перепела на родном языке итальянская певица Катерина Козелли. Ее версия стала номер два в Италии. Советские слушатели познакомились с песней в основном благодаря польской пластинке, представляющей сборник песен Rare Bird. Песня также пришлась многим по душе, некий музыкант Олег Венгер даже написал русский текст, который правда по смыслу отличался от оригинала. В 92-м году британская группа Marillion выпустила свою кавер-версию, которая даже заняла 17-е место в британском хит-параде. В 70-м году вышла вторая студийная работа. Этот альбом с лидирующими Хаммондом и электрическим пианино продолжал путь своего предшественника и был лишь немного помрачнее. Этому факту способствовал мощный мелодраматический вокал Голда, ставший второй фирменной фишкой коллектива. 70-й год стал пиком популярности группы, ведь даже Billboard Magazine признал группу одной из 10 лучших новых команд. К сожалению, у самих музыкантов отношения что-то не заладились, и вскоре стаю покинули две птички. Грэм Филд, который тяготился своей ролью в группе и был недоволен направлением ее эволюции, ушел. И в 71-м году вернулся на сцену как лидер группы The Fields, следовавших к элеваторе тогдашнего рок-авангарда прежде всего Кинг Кримсон. А в 72-м году группу оставил и Эштон. Это привело к серьезным изменениям. Место за ударными занял Фред Келли, а вместо Грэма со своим органом появился гитарист Энди Кертис. Группа подписала новый контракт, теперь уже с Полидор. В том же году вышел довольно скучный концептуальный альбом Epic Forest. Следствием ориентации на германский рынок стало заметное утяжеление звучания и окончательная потеря британской аудитории. Музыка, к сожалению, утратила не только былую изюминку, но и перестала быть по сути прогрессивной. В итоге явное коммерческое звучание и упор на электрогитары, а не на клавишные, значительно снизили уровень популярности группы. Ко времени записи в следующей пластинке басист Пол Каррес ушел из группы, а его место занял Ник Поттер из группы «Генератор Вандерграфа». И все же Стив Голд со своим вокалом и Дэйв Кофенетти при помощи своих лидирующих клавишных упорно пытались сохранить фирменный стиль группы. Следующий альбом группа рассматривала как свою главную работу. Звук стал более фанковым, соло лаконичнее, а аранжировки изысканнее. В записи помимо самих Rare Bird участвовали Джон Уэттон из King Crimson, певцы Пол Корда, Никки Джеймс и Кевин Лэмп. Но наиболее ярким моментом альбома стала нетривиальная переработка темы Энио Мариконе из фильма на несколько долларов больше. Рецензии на альбом были разноречивы, но публика реагировала крайне сдержанно. И группа снова пропала на год. Несмотря на все старания музыкантов, популярность группы стала неуклонно снижаться, и слушатели теряли к ней интерес. К 1974 году и Кертис, и Поттер исчезли. Последний в 1979 году всплыл в лондонской группе Tigers, а бас взял в руки Энди Рэй. Пятый альбом группы, в котором пел Леон Лэмп, провалился. И в том же году они распались. Уже постфактум вышло несколько синглов и пара компиляций. Музыканты разобрелись по другим проектам, но ни один из них не достиг той популярности, которой пользовались Rare Bird. Возможно, группе просто не повезло. Даже сегодня в англоязычной Википедии ей посвящено лишь несколько абзацев. Интересно, что другая группа Genesis, опекаемая тем же Харизма и работающая в близком стиле, обошла первенцев лейбла по всем показателям. Возможно, причина неуспеха группы в крайне высокой конкуренции. В начале 70-х в рок-музыке было слишком много хороших групп. Но, повторюсь, играли и пели парни более чем достойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова